Конкурентноспособность страны сейчас более чем на 60% определяет качество человеческого капитала. И это качество во многом зависит от образования. Не во многом, наверное, и всецело. А образование — это учителя, вузовские преподаватели. И сегодня, на самом деле, очень важно отметить золотые имена высшей школы, потому что преподаватель высшей школы — это нечто другое. Это и преподаватель, это и ученый, это и организатор, это и педагог дополнительного образования, если хотите. То есть это человек, обладающий колоссальными компетенциями. Но, к сожалению, в последнее время он как-то выпал из общественной истории. То есть мы говорили об учителях и повышали им заработную плату, но как-то фоном у нас шли преподаватели высшей школы. И очень важно, что появился такой проект, появилось такое издание, и где сегодня, на самом деле, отмечены лучшие преподаватели высшей школы страны. И я надеюсь, что такой том, он не первый, и появятся еще десятки томов, потому что нам в образовании, в высшем образовании есть чем гордиться.